на канал из агет поступил такой вопрос в чем разница между пристрастием и страсти ну конечно такого четкого водораздела четкого разделения то очень трудно определить ну скажем так что пристрастие это сильная склонность чему-то и собственно страсть и начинается с пристрастия с некой склонности с некой любви к чему-то материальному и чему-то душевному и если это любовь дальше будет развиваться если эта зависимость будет углубляться тогда постепенно пристрастия будучи началом формирования страсти становится самой страстью ну что такое страсть страсть переводе славянского языка означает страдания человек который испытывает какую-то страсть какому-то предмету или человеку каком-то занятию он страдает потому что во первых страсть постоянно требует к себе внимания страсть постоянно требует удовлетворения страсть не успокаивается почти никогда она только утихает на время и потом восстает с новой силой и таким образом страсть превращается в никого идола вот эти идолы в наших душах стоят и вот мы этим идол кланяемся то одному поклониться другому поклонимся то одну страсть удовлетворим то на другое братья внимание то 3 последуем и потом начинаем переживать теряем мир страдаем потому что нет уже свободы потому что если мы пытаемся от страсти отвернуться то они как идолы которые были мертвы но вдруг они становятся как будто бы живыми и и метают нас громой молнии дело то что за каждый страсть стоит свой без если мы пытаемся ничего не делая а просто пассивно отвернуться от той или иной страсти у нас ничего не получается потому что без нас не отпускает потому что искушение не проходит потому что без нас хочет поработить лишительной свободы как нам избавиться от страстей как нам избавиться от этих идолов ну во первых надо понимать что человек только тогда счастлив только тогда он находит себя когда он свободен когда он зависим он находится в некой такой темнице в своем сердце своей душе ситуации говорят что страсти это те чувства которые переводятся в неправильную в другую сторону чувство силы души которые даны богом от начала при формировании человеческой личности ну например есть вот такая сила душевная любовь и страсть приводит это на какой-то предмет или на какого-то человека от которого другой впадает зависимость ячет конечно не не нет ни о любви которая является богословением божиим а любви который мучает которая стесняет человека в которой нет христа который не имеет благословения например есть такое силы души гнев гнев это некая сила которая должна направлена быть на врага рода человеческого но человек направляет эту силу другую сторону в сторону другого человека и вот уже эта сила расходуется не так не туда и один грех остается и так далее таких сил таких случаев с нами очень много бывает но собственно говоря вот сама борьба страстями подразумевает перевод этих сил в нужное направлении чтобы мы любили только бога чтобы не гневались напрасно с гневом отвергали дурные мысли дьявольские искушения чтобы мы не унывали радовались чтобы не тщеславились а богословили вот когда мы будем направлять эти силы души в сторону богоугодную тогда страсти те состояния нашей души которые мучают нас они прекратят свое злотворное действие но вот при страсти это начало страсти это опасность возникновения страсти это самое начало той страстной болезни на котором мы только что поговорили поэтому надо ловить себя на всяких пристрастиях и помнить наши такой натуре который говорил еще апостол павел говоря себе своем опыте он говорил так не то делаю что хочу а что ненавижу то делаю вот такая природа человека склонная к страстям поэтому знает и склонность будем останавливать всякие пристрастия и учиться любить бога и благодарить его за все внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео